Мы привыкли, что мы все делаем в агломерации, а сегодня мы сделали специально, вот такое внимание уделили именно сельчанам и именно в Алтайском крае, подальше от агломерации, чтобы людям сделать тоже доброе дело. Это такой же пассажир, они также платят деньги за проезд. Этого момента жители села Логовское ждали два года. Именно столько на станции Бешенцево шло строительство пассажирского здания модульного типа, кстати, первого в Алтайском крае. Наш новый вокзал на станции Бешенцево является пилотным. На сегодняшний день он первый и единственный, который внесен в единый реестр типового проектирования Министерства строительства Российской Федерации. Этот проект на сегодняшний день мы можем применить на любом объекте Российской Федерации, то есть проектировать дополнительно уже не нужно. Позаботились и о пассажирах с ограниченными возможностями здоровья. Кстати, здание оснащено системой «Умный город». Это значит, что в помещении поддерживается микроклимат в зависимости от времени года, автоматически регулируется свет и не только. Есть вот такая штучка. Затемили, открыли. Смарт-стекло. Смарт-кленка, кассир на обед ушла, закрылась, все, ничего не видно. Перед открытием здания в Логовском за счет краевого бюджета отремонтировали дорогу, которая ведет к вокзалу, и главную дорогу, которая проходит через все село. Жители Логовского уже оценили и территорию вокруг новой станции, ведь теперь в Логовском появился мини-парк. Такая территория, все облагорожено вообще, очень красиво. Я думаю, что будет уютно нам, конечно. Мы очень ждали этого события. Туда заходишь, условия созданы. Таких условий, я не побоюсь сказать, что, наверное, даже в больших городах-то не везде. А вот повезло малому селу. Для РЖД новый объект обошелся в 227 миллионов рублей. У нас хорошая традиция уже вместе с руководством дороги постоянно открывать новые объекты ежегодно. Все это очень сильно способствует, конечно же, развитию, социально-экономическому развитию, развитию Алтайского края. А в целом вложение компании в развитие Алтайской железной дороги в этом году около 8 миллиардов рублей. За последние три года в крае также отремонтировали фасады двух вокзалов, обустроили 12 пассажирских платформ и 8 станций. Если взять подвижной состав, который сегодня курсирует в Алтайском крае, это один из самых молодых подвижных составов. Средний возраст вагонов локомотивной тяги, которые курсируют по территории Алтайского края, не превышает трех лет. Если взять электропоезда, средний возраст чуть выше шести лет. И в этом году мы еще тремя составами пополним пул поездов пригородного сообщения в Алтайском крае. Этими и другими удобствами сегодня пользуется огромное число жителей региона. Пассажиропоток железнодорожного транспорта по итогам прошлого года в крае более 8 миллионов человек. Ирина Корчагина, День с толком.